Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если девушка привлекает в свою жизнь парней эгоистов постоянно, в чем может быть причина, что девушка транслирует, что таких мужчин влечет? Вот такой вопрос. Здесь, в первую очередь, нужно определиться с тем, что мы понимаем под эгоизмом. Потому что эгоизм подразумевает, что человек делает все для себя. То есть человек сам на первом месте у себя, а после уже другие люди. И, как ни парадоксально, может быть, это получить, но человек, который ставит себя на первое место, он, скорее всего, будет, в общем-то, довольно приятным для общения со стороны других людей. Потому что эгоизм предполагает, что если я хочу, чтобы мне было хорошо, и я общаюсь с другими людьми, то этим другим людям, тем, с кем я общаюсь, тоже должно быть хорошо, чтобы мне было хорошо. Потому что эгоизм предполагает именно подобную стратегию поведения. Поскольку в вашем вопросе совершенно очевидно, что вам нехорошо от встречи с эгоистами, то я предполагаю, что встречаете вы все же не эгоистов, а людей, которые на самом деле вот к себе-то относятся не очень хорошо. Людей, которые пытаются, вероятно, как-то вот насытиться чем-то, чего у них не хватает, за счет вас. И вот здесь, когда мы говорим о том, что меня привлекают определенные люди, это не вы привлекаете этих людей, это вас привлекают эти люди, потому что вы на них обращаете внимание. Да? Тут еще я на ваш вопрос в целом. Мне несколько неверно поставлены. Вы вроде бы говорите, что девушка привлекает в свою жизнь парней. Но извините, она не просто привлекает. Очевидно, что они ей чем-то нравятся. И я думаю, что вот вы транслируете некоторую зажатость, может быть, чрезмерный альтруизм, может быть, некоторую внутреннюю неуверенность в себе. Да? С одной стороны. С другой стороны, это если вами пользуются, это если вот вас, что называется, используют, хотя у этого тоже есть своя эти налоги. Потому что когда человек говорит, что им пользуются, его используют, это история про то, что он позволяет это делать. Собой. То есть он позволяет себя использовать. А позволит себя использовать, это значит делать то, что не хочется делать. Вот. Ну, в том числе, в том числе для человека. Да? Вот. То есть... Природа использования, она вот такая. Она... Проактивна, но не пассивна. Тем не менее, в рамках эгоизма, по крайней мере, в рамках того, как он может видеться, нельзя говорить только об использовании, то бишь, об абьюзе. Можно говорить еще и о детском поведении мужчин. Мужчина. Когда мужчина ведет себя как ребенок, в суде следует за женщиной, занимает по отношению к ней подчиненную позицию, но в то же время и на нее перекладывает решение всех проблем, что тоже женщине может, конечно же, не нравиться. В этом случае, я думаю, что вы транслируете, конечно же, сверхконтроль, вы транслируете родительскую позицию, ну, в некую догматику. Вот. и в первом и во втором случае вы довольно-таки мало выделяете внимания себе. Как и те самые эгоисты, в кавычках, о которых вы пишете, это люди, которые тоже очень мало внимания выделяют себе. Они развернуты на внешний мир. Так же и вы, скорее всего, тоже. А еще нужно сказать, что человек, если у нас отношения с ним не складываются, но при этом мы с ним как-то взаимодействуем, да, у нас есть к нему какие-то чувства, например, то этот человек является носителем наших проектов. То есть, вот то, что вы называете эгоизмом, является вполне возможным некой историей про эгоизмом, что хочется вам. Но но то, что вы себе ааа, скажем, так, не позволяете. Вот. Ну, то есть, вы себе это запрещаете, а вы от этого убегаете и так далее. Вот. К сожалению. Такая вот история тоже более чем реальная и более чем имеет, имеет место быть. Поэтому я думаю, что, я думаю, что, во-первых, нужно определить здесь определиться нужно с тем, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Да? То есть, ну, что это? Что это за отношения с мужчинами? Вот. Что они вас объединяет с мужчинами? Вот. То есть, что вас связывает с ними? Да? так скажем. Вот. И после этого уже можно будет, я думаю, более полное и более точно сказать о том, что именно вы транслируете мужчину. Вот. Ну, сейчас, я думаю, вот, моя такая гипотеза сейчас заключается в том, что вы довольно-таки ограничиваете свое взаимодействие с мужчиной, да, с мужчинами. Вот. Вы ограничиваете свое взаимодействие с ними. Вот. Своим гендером то есть, ну, вот, у вас вполне возможно есть вот этот вот недостаток личностного взаимодействия между вами и мужчиной, вот, что и приводит в итоге к таким, на мой взгляд, негативным последствиям, вот, в виде ну, вот, в виде того, что ваши отношения, скажем, ну, скажем так, да, не, ну, не складываются. Явления это довольно-таки частые, ничего необычного в этом нет. Вот. Это корректируется, корректируется это довольно, ну, довольно легко, если нет сильных таких насчет сопротивлений, да, вот, понятно, что если сопротивление есть, да, если сопротивление присутствует, то занимает больше времени, вот, но в целом это довольно успешно корректируется, то есть не так важно на самом деле, что вы транслируете, вот, как важно скорее чего вы хотите, вот, то есть грубо говоря взаимодействуя с, ну, вот, с мужчиной, да, взаимодействуя, что вы хотите, на что вы нацелены, к чему вы стремитесь, что является вашей, такой вот, ну, вашим объектом внимания при взаимодействии с, ну, вот, мужчиной, да, вот на эти, на эти вещи, как я думаю, нужно обратить внимание, и обратить, и обратить внимание серьезно, в том, тогда, я думаю, будет понятно, вот, в каком направлении вам можно двигаться, и куда вам можно меняться, вот. я вот обрисовал несколько таких, довольно-таки разноплановых моментов, вот, я прекрасно понимаю, что может быть вы ни с чем не согласны, или может быть вы будете согласны только с какими-то отдельными моментами, вот, но поскольку эгоизм, к сожалению, является тем, что вот люди очень часто воспринимают крайне неверно, да, то, соответственно, мой ответ, он тоже вот такой несколько, я бы сказал, условный, да, потому что изначально у нас точка, точка входа, вот, является несколько не, ну, некорректной, вот, повторюсь, на всяком случае, да, что если вы раскроете значение для себя эгоизма, то есть, вот, ну, что вы понимаете под эгоизмом, допустим, то вот я думаю, что уже будет в таком случае понятно, значит, о чем конкретно идет речь. на этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго.